Их ответ коалиции. Зачем Пентагону новая самоходная суперпушка? 5 ноября 2019 года РИА Новости Их ответ коалиции. Зачем Пентагону новая самоходная суперпушка? Самоходная артиллерийская установка. Источник изображения, фото. Москва, 2 ноярия новости. Андрей Котс. Представители Американской оборонки в ноябре обсудят в Детройте проекты новой самоходной артиллерийской установки для сухопутных войск. Программа получила название Пушечная артиллерия повышенной дальнобойности. В конкурсе участвуют несколько разных производителей. Машина-победитель пойдет в серию уже с 2024-го. О настоящем и будущем американских самоходных пушек в материале РИА Новости. Гаубица-ветеран. Обновление парка самоходок – давняя проблема американской армии. На вооружении сухопутных войск США до сих пор стоят различные модификации САОМ-109, принято в эксплуатацию еще в далеком 1963-е. Даже самые последние ее версии уступают по дальности стрельбы и скорострельности российским гаубицам МСТА-С и коалиции, а также некоторым европейским и китайским одноклассникам. Одним словом, по части самоходок американцы прилично отстали от всех и сами это признают. В частности, автомат заряжания появился только на М109А7, принятый на вооружение в 2012-м, что позволило повысить скорострельность до 6 выстрелов в минуту. Но этого все равно недостаточно, чтобы сравняться с МСТУИС, воюющий с 1989-го и выпускающий по цели 10 снарядов за 60 секунд. Кроме того, американские самоходки уступают российским в мощности двигателя, запасу хода по шоссе и дальности стрельбы осколочно-фугасным снарядом. Гаубица Источник изображения, фото Был оснащен автоматом заряжания. В автоматизированных укладках боевого отделения размещалось 48 снарядов различных типов и 208 модулей метательного заряда. Конструкторам удалось добиться скорострельности 10 выстрелов в минуту. При стрельбе по методу шквал огня самоходка могла выпустить 8 снарядов подряд. При использовании обычных боеприпасов дальность стрельбы достигала 40 километров. Кроме того, в боекомплект планировали включить управляемый снаряд, способный поражать цели на удалении до 57 километров. По этим показателям XM-2001 значительно превосходило самоходки того времени. Проект оценивался в 11 миллиардов долларов. Первый прототип вышел на испытания в конце 1999 и полностью подтвердил расчетные характеристики. Принять На вооружение планировали к 2008, однако в мае 2002 года Пентагон объявил о закрытии программы по причине ее чрезмерной дороговизны. Дело в том, что каждая из серийных САУ XM-2001 обошлась бы казне в 25 миллионов долларов. В то время как немецкая PZH-2000, лишь немногим уступающая Crusader, стоила около 4,5 миллиона. Ответ России другая перспективная самоходка XM-1203 Lows Cannon, стала частью масштабной программы Future Combat Systems, по перевооружению сухопутных войск США. Основным отличием этой САУ от M109A6 был значительно меньше вес 18 тонн против 32, что упрощало транспортировку по воздуху. В машине были реализованы гибридная силовая установка, облегченный ствол и затвор, более эффективный дульный тормоз, съемная керамическая броня, система активной защиты, модульные пороховые заряды и лазерная система воспламенения. Экспериментальная самоходная артиллерийская установка XM-1203 Lows C Источник изображения, фото, US Army Однако в 2009 программу Future Combat Systems закрыли в связи с изменением оборонной стратегии. Пентагон сделал ставку на дальнейшую модернизацию гаубиц ветеранов M109. Однако технические решения, реализованные в САУ, Crusader и Lows Cannon, планируются использовать при создании новой самоходки. В июле 2019 стало известно об одном из проектов Пентагон подписал контракт с концерном B-Systems на дальнейшую модернизацию M109A7, которую оснастят новой пушкой. Перспективная самоходка получила обозначение XM-1299 Утверждается, что длина ее ствола вырастет с 39 до 58 калибров, что позволит значительно увеличить дальность стрельбы, вплоть до 70 километров. Еще одной особенностью новой самоходки станет экспериментальный активно-реактивный снаряд XM-113 с повышенной точностью. Скорострельность САУ достигнет 10 выстрелов в минуту благодаря автомату заряжания. Самоходка получит новую систему управления огнем и навигационный комплекс, работающий в условиях радиоэлектронного подавления. В остальном характеристики перспективной САУ пока держат в секрете. Самоходное артиллерийское орудие 2С-35 на базе Т-90 коалиции СВ на 10-м международной выставке. Russia ArmsX по источник изображения, РИА новости, Алексей Мальгавко американцы позиционируют. XM-1299 Как ответ на новейшие российские САУ-2С-35 коалиции, значительно превосходящие западные аналоги по дальности стрельбы, скорострельности и ряду других тактико-технических характеристик. Но станет ли новая САУ-армия США убийцей коалиции большой вопрос. Заявленная боевая скорострельность российской самоходки от 11 до 16 выстрелов в минуту, что превосходит возможности перспективной американской машины. А максимальная дальность стрельбы управляемым снарядом составляет 80 километров. Право на данный материал принадлежат РИА новости. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.